Продолжение следует... Самая неблагоприятная подстадия третьей стадии, это третья С стадия, увеличилась в два раза. И появилась наиболее агрессивная подгруппа, это третья Д, подстадия третьей стадии. И мы помним, что 10-летняя выживаемость, к сожалению, у этих пациентов с третьей стадии составляет всего 70%. По поводу биопсии сигнальных лимфоузлов, как мы уже сейчас и обсуждали, не теряя своей актуальности биопсии сигнальных лимфоузлов, несмотря на то, что терапия уже шагнула вперед и на ранние формы, связано это с тем, что выявление наличия поражения биопсии сигнальных лимфоузлов дает нам возможность классифицировать пациента в третью стадию, так как в настоящих рекомендациях имеются две опции у этих пациентов. И мы помним, что чем больше толщина опухоли, тем выше риски прогрессирования. И принципы гистологической оценки, они, конечно, очень жесткие. Необходимо, чтобы это проводилось достаточно квалифицированными патологами, чтобы сделалось достаточно много срезов и обязательно проводилось иммуногистохимическое исследование. По поводу мутации гена БРАВ мы все помним, что в Российской Федерации 60% пациентов имеют эту мутацию. И в основном это пациенты социального, репродуктивного, активного возраста. И та версия непоколебимости БРАВ-мутации, что она не меняется, она померкла в связи с тем, что выяснилось, что все-таки гетерогенность БРАВ-мутации бывает. И бывает частота расхождения между первичной опухолью и метастатической опухолью в 13% случаях. Бывает, что все-таки БРАВ-мутация меняется с мутантного на дикий, наоборот, в 15% случаях. Это связано с различными причинами гетерогенности. Самой опухолевой гетерогенностью с изменениями генетическими во времени и различными методами исследования. И вернемся к самой терапии. Начнем с иммунотерапии. Мы помним, что в настоящее время в наших рекомендациях имеются два препарата по адъювантотерапии третьей стадии. Это педиадин-ингибиторы, неволумаб, пембролизумаб. И исследователи шагнули дальше, решили все-таки убедиться, достаточно ли одной адъювантной терапии у пациентов с более продвинутой третьей стадии. В исследовании изучения СВОК-1801 изучалась адъювантная терапия вкупе с неадъювантной терапией. И выяснилось, что все-таки добавление неадъювантной терапии обладает преимуществом пациентов с продвинутыми третьей стадии. И это зависело также еще от патоморфологического ответа. Те пациенты, которые имели полный патоморфологический ответ или частичный, они, конечно, почти в 100% имели высокое время без прогрессирования. И, конечно, имелась часть пациентов, которые имели низкий патоморфологический ответ. И как раз, наверное, этот пул пациентов, которые требуют более агрессивного адъювантного подхода. Какие же проблемы в настоящее время они остаются в адъювантной терапии третьей стадии? Ну, мы видим, что вот серый график, и в течение трех лет мы видим, что 40% пациентов, они не прогрессируют после хирургического лечения. Это как раз те пациенты, которые никогда не рецидивируют, и, может быть, они вообще не нуждаются в адъювантной терапии. Каждый второй пациент выигрывает от назначения адъювантной терапии, иммунотерапии. Но, к сожалению, в течение трех лет мы видим, что 40% пациентов прогрессируют, несмотря на то, что они получают это лечение. Поэтому вопросы остаются. Их надо дальше решать. Но вернемся к тем исследованиям, на основании которого все-таки одобрены неволумаб и пембролизумаб. Это исследование Чехмей-238, где исследователи рискнули и сравнили неволумаб с ипелемумабом, который уже доказал свою эффективность. И это исследование привело к тому, что, да, назначение неволумаба в адъювантном режиме в течение 12 месяцев приводит к выигрышу времени без прогрессирования. Общая выживаемость мы видим, графики сошлись, но мы помним, что на график общей выживаемости влияют также и дальнейшие виды лечения. Что касается пембролизумаба, то он изучался по сравнению с хирургическим лечением, также назначался в течение 12 месяцев. Было выявлено, что в течение 5-летних наблюдений, что каждый второй пациент живет без рецидива в течение 5 лет. И длительность этой выживаемости без отдаленных метастазов достигает 61%. Мы помним, что токсичность PD-1 ингибиторов, она невысока, и поэтому эта опция остается в нашем арсенале и продолжает свое действие. Мы назначаем эту терапию. Следующая опция, убрав мутирных пациентов в третьей стадии, это таргетная терапия. Таргетная терапия – это всеми известное исследование комби-АйДи, в котором изучались препараты доброфенип и траметинип, брафами конгибиторов комбинации, назначались также в течение 12 месяцев. И уже на 5-летнем наблюдении выявлено, что в течение 5 лет без рецидива живет каждый второй пациент. Также мы видим на данном графике, что различные факторы, такие как виды мутации, пол, возраст, наличие микрометастазов никак не ухудшают эффективность данной комбинации. В этом исследовании изначально за основу бралась седьмая классификация, и по всем подстадиям третьей стадии было выявлено улучшение адъювантного воздействия на общую выживаемость, на время без прогрессирования во всех стадиях. И даже при пересмотре на восьмую классификацию эта тенденция не поменялась. Единственное, появилась третья D стадия, самая неблагоприятная, и мы видим, что как раз эти пациенты очень хорошо отвечают, имеют выигрыш и снижается риск на 66% риска рецидива. Сейчас есть данные трехлетней общей выживаемости при применении доброфини бастрометинибом. Трехлетние данные говорят о том, что 86% пациентов живы в настоящее время. Какие особенности лечения данной комбинации в том, что одно из частых осложнений является перексия, лихорадка, которая по данным исследований встречается в более 60% случаев. В реальной клинической практике регистрируется всего в 35%. Почему такая разница? Потому что, скорее всего, в реальной клинической практике в жизни наши пациенты не считают за осложнением, не жалуются врачам, что у пациента была лихорадка один день, два дня. Также они жалуются на головные боли. Но это особенности нашего менталитета. Так что же делать с этой перексией? Мы видим, что она встречается в 60% случаев, что она может снижать эффективность. Как-то влияет ли она на эффективность лечения? И вот исследователи создали продолжение исследований комби АП+, где изучалось уже влияние регулирования и алгоритма введения этой перексии на эффективность лечения. Алгоритм заключался в том, что при возникновении температуры необходимо прерывать сразу оба препарата. При снижении температуры и если эти симптомы не продолжались больше 24 часов, эта доза возвращалась в полном объеме и продолжалось лечение. Если вдруг возникал рецидив, то также при основном лечении и при регрессии симптомов уже была редукция препаратов. И что же выяснилось? Действительно, правильный алгоритм введения перексии привел к тому, что общая частота сложных случаев перексии снизилась с 20% до 7% в 2,5 раза. Перексия третьей и четвертой степени снизилась почти в 2 раза. Госпитализация из-за перексии снизилась также в 2 раза. И прекращение терапии из-за лихорадки снизилась в 4 раза. То есть такое вроде осложнение, которое встречается при всех видах лечения, можно так сказать, но здесь правильный, только правильный алгоритм введения привел к таким данным. И также мы видим, что данный алгоритм приводит к снижению этой токсичности, но и не только, а воздействует также на эффективность лечения. Мы видим, что безрецидивная выживаемость достигла 90%, а помним, в комби-АИД 88% в течение года. И общая выживаемость одногодичная почти 99%, а комби-АИД 97%. То есть влияние и правильное введение какой-либо токсичности, а в данном исследовании изучал сперексия, привело к тому, что повысилась эффективность лечения. Здесь представлены основные режимы адъювантной терапии меланомы кожи. Это таргетная терапия, иммунотерапия, педиадин-ингибиторами и CTL-4-ингибиторами. Мы видим, что все эти методы, они хорошо снижают риск рецидива, но видим, что таргетная терапия снижает риск рецидива в течение пяти лет на 49%. И трехлетняя выживаемость 86% при таргетной терапии и 82% при иммунотерапии. Данные по общей выживаемости за три года сопоставимы, но мы должны помнить, что при назначении таргетной терапии менее чаще отмечается прекращение лечения из-за рецидива меланомы. И представлены данные реальной клинической практики, все-таки назначать таргетную терапию. Как же она сработает в реальной клинической практике у пациентов в третьей стадии? Назначили 87 пациентов иммунотерапию, а 80 пациентам таргетную терапию. Это исследование было в 35 центрах, включалось достаточно много больных с третьей А стадии. Группы были схожими, и было выявлено, что все-таки небольшой, но выигрыш есть при назначении таргетной терапии. Но мы должны помнить всегда, что и та, и другая терапия имеют свои особенности, свои осложнения. И таргетная терапия, она характеризуется основным пулом токсичности в первые месяцы лечения, с дальнейшим снижением и становится контролируемыми, обратимыми. А на иммунотерапии, хотя иммунотерапия более безопасная считается, но на ее в ходе лечения возникает осложнение в отдаленном периоде, и, к сожалению, почти у 40% они могут превращаться в хронические осложнения. И по данным исследований у 25% пришлось прекратить это лечение по причине осложнений. Здесь на данном слайде представлены различные исследования, которые ведутся по изучению адъювантной и неадъювантной терапии. В основном это иммунотерапия различных групп, и уже и редалатлимап, и фианлимап. Ну, посмотрим, насколько они нам помогут в лечении наших пациентов. И в заключение хотелось бы сказать, что однозначно нужно назначать адъювантную терапию. Она влияет на показатели эффективности лечения. Но, к сожалению, треть пациентов прогрессирует. Может, необходимо рассмотреть какие-то предикторные факторы, рассмотреть оптимальную длительность адъювантной терапии и рассмотреть возможность назначения, целесообразность назначения неадъювантной терапии всем пациентам с третьей стадии. Спасибо большое за внимание. Приглашаем на конференцию, на форум «Онкологические белые ночи», который состоится 3-7 июля этого года. Продолжение следует...